Фигуристы откатывают последние соревнования сезона. В споткомплексе «Союз» на этой неделе проходит первенство и чемпионат области. Сегодня в борьбу за медали включились сильнейшие спортсмены. С какими результатами они подошли к турниру, узнал Роман Четверяков. Первую часть чемпионата по традиции судьи и тренеры посвятили просмотру юных фигуристов. Выставленная общая оценка, все ребята неплохие и с перспективой. К тому же на внутренней арене появилась конкуренция. Школа фигурного катания с Кировочепецкой впервые принимает участие на областном первенстве. Созданная два года назад, она за короткий промежуток времени успела подготовить небольшую соревновательную команду, обкатанную на ряде всероссийских турниров. Есть дети, которые пришли в 9 лет. То есть мы таких детей тоже не выкидывали на улицу. Они занимаются сейчас вот им по 10. Первый раз они выступили на этих соревнованиях. Но в основном дети от 5 и до 10 лет в школе занимаются. Ренома Кировской школы по-прежнему поддерживают ее лидеры, юноши-одиночники и танцевальные пары. Показатель их спортивного роста можно оценить по выступлениям на зональных и российских первенствах, этапах Кубка страны, а также по спартакиадным стартам. Особых провалов за сезон не случилось, хотя призовые места и победные наши фигуристы занимают не так часто, как хотелось бы наставникам. Отсюда и их стремление побыстрее начинать готовиться к сезону. На этот раз по договоренности с Союзом на лед фигуристы смогут выйти уже 1 июля. За последние, скажем так, 2-3 года это действительно такой маленький шаг. Потому что в прошлом году мы вышли в конце июля. Месяц ледовой подготовки это уже что-то значит. Возвращаясь к чемпионату, отметим. Расклад сил по мастерам определится в пятницу, когда после исполненной короткой программы они покажут свои произвольные номера. Тогда же днем пройдет и церемония награждения победителей. Официально ледовый сезон для фигуристов завершится 5 мая. Роман Четверяков, Владимир Подлевских, Вести Киров.